8 лет назад я был на всемирной конференции по пшенице в Брюсселе по приглашению фирмы Bayer. И первый вопрос, который спикер задал залу, был такой, от чего зависит норма внесения удобрений. Потом он сказал, норма внесения удобрений определяется состоянием кислотности почвы. Вы должны в первую очередь определить ПАЖ почвы и исходить из результатов анализа, что вам надо делать. Если у вас почва кислая, слабокислая, вы должны направить усилия на нейтрализацию ПАЖ. Иначе все ваши затраты бессмысленны. Удобрение не работает, когда почва кислая. Когда вы приведете почву в надлежащее состояние по ПАЖ, вот тогда вы можете делать расчеты по удобрениям, которые вам необходимы на запланированный урожай. У нас почва нейтральная и слабокислая. Я об этом знал, поскольку мы анализы делали. И для того, чтобы нейтрализовать почву, надо вносить кальций, который содержится в вызвести. Наша наука агрономическая утверждает, что если у вас кислая, слабокислая почва, вам надо внести отходы извести в количестве 8 тонн. И вам хватит этого на 10-12 лет, чтобы нейтрализовать почву. Это утверждение переписывается из года в год, из учебника в учебник. И оно не соответствует действительности. У нас средняя кислотность по полям, средняя ПАЖ по полям была 5,87. Нейтральная почва, вы знаете, это 6,7. Мы пришли к выводу, что для нас источником кальция наилучшим будут отходы производства на сахарном заводе, который называется дефекатом. Это отходы, которые при рафинации сахара происходят, известкование. Ну и плюс смывы со свеклы, на которых остатки почвы. Вся эта масса перекачивается в отстойники. И через 7-8 лет из этих отстойников можно брать вот эту массу под названием дефекат и вносить на поля. Ценность прежде всего этого дефеката заключается в том, что в нем содержание кальция 53-80%. Кальций это очень дорогой макроэлемент, поскольку, ну я знаю только одно удобрение, которое раньше было популярно в России, это чилийская селитра, не то что популярно, но оно имелось. В чилийской селитре наряду с азотом был кальций. Этим она была ценна. Сейчас нет чилийской селитры, но в дефекате, я повторяю, высокое содержание кальция. Кроме этого, ну мы начали вносить дефекат, и мы увидели, что дозы 10-20 тонн на гектар не решают проблему. На сегодняшний день, за 8 лет работы с дефекатом, у нас есть поля, куда мы внесли уже 70 тонн на гектар. Есть поля, куда внесли 50 тонн на гектар, 30 тонн на гектар. Вот мы сейчас видим, что мы подходим к оптимуму, средняя по аж нашей почвы 6,5. Да, мы считаем это близким к идеалу, но использование химических удобрений подкисляет почву. И поэтому в Европе практика, когда через 3-4 года вносится 2-4 тонна дефеката на гектар, для того, чтобы нивелировать вот это подкисление почвы после минеральных удобрений. А в России нет такой практики. Возможно, в будущем она будет, потому что мы сейчас уже к этому подходим. В дефекате, кроме кальция большого содержания, высокое органическое вещество. Это 45%. В навозе органическое вещество по анализу 70%. В дефекате высокое содержание микроэлементов и достаточно высокое содержание, не уступают навозу калий, фосфор, азот. Поэтому это, на наш взгляд, недооцененный резерв повышения, улучшения качества почвы и повышения плодородия. В 8 лет мы занимаемся внесением дефеката, анализом наших почв. В прошлом году мы внесли дефеката 120 тысяч тонн. В этом году мы сделали упор на навоз. Мы внесли весь навоз, который в нашем хозяйстве мы получили за этот год, 50 тысяч тонн. И 25 тысяч тонн мы вносим дефеката в этом году. Это трудоемкий процесс, транспортировка, внесение. Поэтому в прошлые годы мы не имели возможности. Мы животноводством занимаемся 6 лет. И только сейчас мы вышли на большие объемы. У нас 10 тысяч животных. Поэтому 50 тысяч тонн навоза наша свекла, кстати. 50 тысяч тонн навоза, это то, что мы за год получаем и будем использовать. А как распоряжается сахарный завод дефеката? Он рад тому, что мы его забираем. Потому что накапливаются большие объемы. Накапливаются большие объемы. Они рады тому, что мы его используем. Потому что им надо его куда-то утилизировать. То есть, вам он достается? С нас не берут деньги. Мы ставим свой экскаватор. Да, транспортировка. Ну и мы затратили... Мы сделали большие инвестиции в приобретение разбрасывателей и техники для погрузки. С каждым разбрасывателем навоза трактор современный и погрузчик современный. Вы увидите это на полях, что все навозы-разбрасыватели работают с погрузчиками современными. Течь и навоз тоже течевая пометная подстилка? Да, но у нас нет течевая пометная. Все жалуются, чтобы не достать. А вот что касается сахарного дефеката? Как соотносится с дефекатом? Дефекат сложно найти в хозяйстве? Да, конечно. Сложно или нет? Это не изученная тема, конечно. Я не знаю хозяйств, которые используют дефекат. В нашем регионе, по крайней мере. За все время я видел в Курганинском районе на одно поле собирали дефекат. И моя жена, когда это увидела, говорит, боже мой, они тоже догадались, они тоже уже эту тему изучили. Это было 4 года назад. Я сказал, ну, судя по всему, да. Мы исходим из удобства. Когда убрали озимые, озимые, которые идут под кукурузу, это как раз наиболее удобная культура и период для внесения навоза и дефеката. Потому что если после озимых идет рапс, а у нас 20% площадей занято рапсом, то мы не успеваем носить удобрения. Мы сразу начинаем готовить почву под рапс. Мы сейчас будем с вами ехать и мы увидим, что для окончания подготовки почвы под рапс осталось 2 дня. То есть почва готова. Два поля, два поля уже на последнем поле работают. То есть 31 числа все поля должны быть под рапс готовы. И 1 числа мы ждем осадки для того, чтобы сеять рапс. К первому сентября готова вся почва под сев пшеница. Возможно еще подработки, культивация. По рентабельности внесения дефеката значительно рентабельные. По запратам, по эффекту внесения дефеката значительно рентабельные внесения минерал-химических удобрений. Понимаете, здесь главный вопрос это ПАШ. Что такое ПАШ? Как бы нам сравнить? У человека, знаете, есть повышенная кислотность в желудке, больной. Он ест мясо, овощи, ему все плохо. Но когда он вылечит, он будет есть и мясо с удовольствием, и овощи, и фрукты. И все ему будет идти на почву. Вот так примерно и с почвой. Когда повышенная кислотность, то что вы даете почве, она не усваивается. Когда вы ее вылечили, то в дальнейшем все, что вы даете почве, оно эффективно используется. Вот примерно так. Это не говорит о том, что дефекат закрывает все проблемы. Дефекат способствует эффективному усвоению, вернее, дефекат способствует нормализации почвы. Это необходимое условие, чтобы она могла использовать удобрения и отзываться на все приемы. Сегодня, вы знаете, на Кубани есть хозяйство, которое получает 80-90 центнер выраженности. С чем это связано? Это связано с переходом на две ступени вверх по технологии, где принципиально другое использование химических удобрений. Для того, чтобы получить вот такую урожайность, о которой я говорю, 80-90, сегодня используется не менее 300 килограмм удобрений в действующем веществе. Если говорить о физике, то это 900, около 900 килограмм. Это необходимые условия высоких урожайев. Это опыт европейский. Так работают в Англии, Германии, в других разных странах, где высокая урожайность. Вот сейчас осознали люди, что да, надо делать все, как надо, надо соблюдать технологию интенсивного применения химических удобрений. При этом роль дефеката будет очень важна, чтобы нормализовывать почву. Внесение такого количества минеральных химических удобрений, конечно, будет повышать кислотность почвы. Поэтому сейчас будет разрабатываться технология, которую я вам говорил, раз в 34 года небольшой объем. Уже не 10-20 тонн, как мы вносили в дефеката, а внесение 4-5 тонн на гектар. Я это видел в Германии. Ну, а при нормальном PH можно ли говорить о том, что эффективность внесения удобрений будет урожай? Ну, затратная часть будет меньше. Или как-то... Когда у вас хороший Паш, вы счастливый человек, это как мужчина, к которому попалась хорошая жена. Что ему? Ну, у него хорошая жена попалась, и все. Что ему надо делать? Ничего не надо делать. Просто не испортить ее, вот и все. Это примерно как у меня. У меня очень хорошая жена. Есть мужчины, которые говорят, вот, а я воспитал там свою жену, сделал ее такой. Мне ее, ее мама передала такой. Все мои заслуги состоят в том, что я не сделал ее хуже. Вот, а она мне такой досталась. Ну, я повезло. Вот это так людям, у которых почва с хорошим PH, ничего не надо делать, им повезло. Раз в 3-4 года вносите небольшой объем, для того, чтобы нейтрализовать ту кислотность, которая получается, вот, очень красиво оформлена. Светликов, его фамилия Евгений Евгеньевич. Я вам сказал, у него хороший вкус, он хорошо понимает, он очень любит свою работу. Сейчас сын много занимается с ним. Он закончил плодфакт, поэтому для души небольшой садик посадил. Все очень аккуратно. А об экономике, можно говорить, что у вас экономика улучшится в результате? Конечно. Конечно. Но каких-то вам ощутимых цифр, я сейчас не могу сказать. 8 лет нашей работы, это начало, это начало. Мы подвели, мы добились того, что мы пришли к необходимой кислотности почвы. У нас близко к нейтральной ПАЖ. Это очень важно для свеклы. Для свеклы надо 64, чтобы была хотя бы ПАЖ. Если вы хотите получать хороший урожай. А мы хотим получать хороший урожай. Вы заметили по первым 3 гектарам, что сразу... Хотя это... Я думаю, что это края. Может, они прошли по центру, пробили. Сейчас посмотрим. Это не лучшее поле. Это поле, на котором когда-то была взлетная полоса. И там после действия ядов гектаров 10 испорчено. Поэтому мы сейчас будем пожинать плоды. Вот это свои работы. Мы будем продолжать работать, но уже не с такими объемами. Для нас сейчас важное направление это навоз, это многолетняя бобовая люцерна, это горох, мы сеем 500 гектаров, и соя 1000 гектаров. Дефекат, навоз, люцерна, горох, соя, главная задача имеют улучшение почвы, обогащение почвы. Скажите, пожалуйста, вот этот вопрос. С внесением дефеката как часто Вы возвращаетесь на одно и то же поле? Или это определяет, например, химический анализ? Мы делаем химический анализ через год. Мы внесли дефекат. Мы на следующий год смотрим эффект и определяем, нам надо вносить на следующий год. Мы не добились своей цели или мы уже добились? Вот на сегодня я вижу несколько полей всего по анализу, где PH 5,9. Ну, это обозначает PH соляной вытяжки. Это значит, можно еще 0,3 добавить. Значит, там 6,2. Уже более-менее нормально. PH соляной вытяжки немножко отличается от PH водой вытяжки. Но, может, вам это не надо. Мы приблизились к норме и мы будем анализы не раз в 5 лет делать. Мы делаем чаще анализы. Для того, потому что мы сейчас активно работаем с почвой и мы хотим видеть, какие наши приемы, какое влияние оказывают на почву. Вот вчера здесь закончили выносить дефекат. Вот эта пыль такая, это не только потому, что сухая почва, а потому, что на краю здесь дефекат еще был. Сюда дефекат вносили по 20 тонн на гектар, потому, что здесь будет свекла. Свекла, я вам сказал, она наиболее требовательная и отзывчивая к внесению дефеката. Многие говорят, что если PH воды нормальный, можно при опрыскивании при использовании ядов уменьшать по минимуму использовать и будет эффект такой же, как при максимальной дозе, если PH отклоняется очень сильно. PH воды, PH воды, это очень важно, это очень важно. что по почве то же самое, можно по меньшим количествам удобрений потом получить такой же результат, если PH нормальная, а урожайность будет я бы немножко по другому сказал, если кислотность почвы высокая, то никаким удобрением вы не получите нужный результат. Это первое условие, с чего начинается PH почвы, а потом можно говорить об эффекте удобрения. Повышенная кислотность почвы, нет эффекта удобрения, не тратьте деньги, занимайтесь внесением кальция. Второй вопрос, который мы важно обсуждаем, нет минималки и невозможно. Связано это с механическим составом почвы, с его особенностями. Наша почва глинистая, супер глинистая. Нормальное соотношение в почве это 33% оливиальное отложение, 33% и 33% глина. у нас глина составляет 50-60% Наши немецкие консультанты говорят, у вас Африка, такая почва вообще не может. Ну, вот здесь есть процент содержания глины, 60-51, 61-61, а надо 33%. Иллювиальное нормальное у нас 33% норма, но у нас нет песка в почве. Поэтому, но говорить о нулевой обработке, о минимальной обработке это будет некомпетентно. Александр Владимирович, я еще вернусь к вопросу дефеката. Многие хозяйства, которые жалуются, что площадь приметения навоза ограничена. Что говорить? Далеко вывозить навоз? Вот. У вас есть ли возможность внести на всю площадь, или такая проблема тоже существует, вносите поближе к ферми. Нет. Мы считаем, что затраты на транспортировку навоза вполне правда. Ну, по крайней мере, до 70 километров. Нет, мы не ставим задачу вокруг фермы. Мы ставим задачу внести там, где это надо сделать необходимо. В этом отделении будет упор сделан на это отделение на следующий год. Сюда будут внесены удобрения на 600 гектаров. В первую очередь здесь циклы будут 350 гектаров. И все остальное это будет дефекат. Вот на следующий год дефекат сюда будет внесено 1700 гектаров по 10 тонн. Ну, 17 тысяч. Не так много. Потому что а ну, посмотрим по анализу. Может, мы даже воспользуемся и 20 внесем. Потому что там много питательных веществ. По кислотности может мы уже проходим. Но мы воспользуемся тем, что это недорогой материал. Вот видите, это в прошлом году уносился дефекат. Вот здесь куча видны, где был дефекат. Знаем, что навоз это универсальное. Это абсолютно универсальное средство. Затраты на гектар при внесении 40 тонн на гектар 15 600. Сюда входят все затраты амортизационное отчисление, транспортное, оплата труда, топливо, транспортировка. Но все эти затраты оправдываются эффектом.